Всем огромный привет! Ты заглянул на мой YouTube канал впервые. Меня зовут Таня. Здесь я в основном говорю про парфюмерию, видео парфюмерное. И продолжаем весеннюю тему. Свою подборку весенних ароматов, свой парфюмерный гардероб на март я вам уже показывала. Но мне в комментариях частенько пишут, Таня, а что вы еще посоветуете? Какие еще весенние ароматы? И спрашивают, ну как правило, чтобы были не очень дорогие. Конечно же, я вам сегодня посоветую, покажу мои любимые весенние цветочные ароматы. И ценовая категория, они не очень дорогие. Может быть, да, они уже не популярные. Может быть, да, не современные, не модные. Но мне кажется, вот именно эти ароматы придают нам женственность, придают нам легкость, придают нам элегантность. Давайте приступим. И первый аромат это Эвери Эсти от Эсти Лаудер. Давайте, что в пирамидке, кто еще не знает, кратко я вас познакомлю. Фрезия Лотос, лист черной смородины, розовый перец, болгарская роза, гордения, жасмин мускус, кашмирановое дерево, кедр и сандал. Он очень милый, он очень элегантный. Да, что я здесь слышу из цветов? Фрезию, конечно же, я слышу. У меня недавно фрезия стояла, да, видели? Вот точно на старте так хорошо и пахнет. Сладко, но не приторно. Это сладость цветочная, красивая. Этот аромат может, знаете, подойти, мне кажется, как универсальный. И в офис, и куда-то выйти на выход, что-то вот куда-то его нанести. Мне кажется, он тоже очень хорошо подойдет. Это такой, знаете, легкий, свежий ветерок, который дует из цветочного весеннего сада. Вот так я могу характеризовать этот аромат. И розочку слышу, и фрезию слышу. Немножко древесных нот. Лист черной смородины, он всегда придает ароматам такую пикантность. Гардения, она тоже, знаете, вот сливочности, что-то какой-то вот такой мягкости, легкости придает. Очень красивый. Кто забыл об этом аромате, вспомните про него. Это потрясающий аромат на весну. Видно, да, я вам буду ставить? Еще один аромат, это тоже от Estee Lauder, Beautiful Magnolia. Аромат про магнолию. Такой тоже, знаете, классический цветочный аромат. Магнолия здесь лидирует, солирует. Даже на старте она очень хорошо слышится. Красивый аромат. Что здесь в нотах? Это цветочный водяной аромат по категории. Магнолия, магнолия рулит, как я уже сказала, вот особенно на старте. Лотос, мате, вот этот чай мате. Вы знаете, чай мате, он мне все время в ароматах придает какую-то пыльность, что-то вот такое, что мне не очень приятно. И вот в этом аромате это есть. Но я знаю, что многие любят вот эту вот пыльность чая мате. Так, потом гордения, турецкая роза, солнечные ноты, мускус, сандал, кедр. Тоже, наверное, может быть универсальным. Такой запах чистоты в базе немножко запудривается. Офисным спокойно может быть этот аромат. И, вы знаете, я вам скажу, что вот он без возраста. Я вот не представляю, какой возраст должен быть у человека, чтобы нанести на себя этот аромат. И для девочек подойдет, и для женщин подойдет. Очень красивый такой, скомбинированный. Вы знаете, как можно охарактеризовать одним словом. Вот он какой-то, знаете, застенчивый, легкий, застенчивый, стеснительный. Ну, что-то такое вот легкий, очень интересный. Ну, и ценовая категория, конечно же, очень приятная. Присмотритесь. Так, следующий аромат, ну, наверное, уже все про него забыли. Но он потрясающе красивый. Это Нина Ричи Премьер Жур. Аромат из 2000-х. Он, знаете, и пахнет так, как-то вот 2000-ми пахнет. Но я думаю, что согласитесь со мной, да, что вот самые такие красивые цветочные ароматы, шедевры, они выпускались именно в 2000-х годах. Так, что здесь? Распыляем. Ну, вот. Красивый. Я считаю, что это шедевр. Так, что здесь? Это чисто цветочный аромат. Он... Так, что здесь? Сладкий горошек, мандарин. Ну-ка. Мандарин слышу. Сладкий горошек тоже, я не знаю, что-то вот какая-то сладость есть. Я не знаю, ли это сладкий горошек, или вот когда он цветет такой сладостью, пахнет. Вот сочный такой мандарин. Так, из цветов гордения, орхидея, мускус сандал, древесные ноты, ваниль. Он, знаете, уже такой более сладкий. Если вот эти вот ароматы назовешь, вот прям такие воздушные, совсем не сладкие. Что-то вот есть какая-то цветочность такая легкая, сладкая. А этот более сладкий, уже, наверное, вот этот зеленый горошек, может быть, сладость дает. Сладкий мандарин тоже сладость дает. Так. Потом в базе запудривается он очень хорошо, а пудра всегда является, как бы я считаю, что эталоном пудра, эталоном женственности. Очень женственный. И мне кажется, он подходит тоже под любой случай. Очень такой, знаете, притягательный, очень манкий. Если соблюдать дозировку, то, я думаю, в офис он подойдет. А если побольше пооблиться, можно и выйти куда-то на вечернее мероприятие. И тоже очень красиво он звучит именно вот когда весна, еще не жарко, уже не холодно. Вот такой ветерок прохладный, свежо. И он тоже разносит вот этот вот шикарный аромат Нина Ричи и Премьер Жур. Кто забыл? Доставайте из своих шкафов и начинайте пользоваться весной этим ароматом. Так, что-то не видно вот так подальше, да? Видно красиво. Следующий аромат тоже, признавайтесь, кто забыл про вот эту вот красоту. Это классический пудровый аромат Кинзо. Флауэр Кинзо называется. У него много фланкеров, а это вот первый вот этот самый классический. Только, знаете, единственное, мне не нравятся вот эти вот сабли огромные. У меня 50 миллилитров, а кто покупает 100, вот там прям, знаете, сабли такие огромные. Мне кажется, 30-очка была бы сама то. Но он красивый. Знаете, что хочу сказать? Вот когда его только выпустили в 2000 году, я его тестировала, и он мне казался таким сладким, приторным, медовым. Сейчас его, мне кажется, перевыпустили и немножко разбавили. Он стал более как бы носибельный, не такой сладкий, не такая пудра. Знаете, там пудра была прям вот удушающая. Здесь уже пудра не такая, более женственная, более легкая, что в этом аромате. Это восточно-цветочный аромат. Да, восточно, он такой насыщенный. Роза, черная смородина, мандарин, боярышник. Боярышник, кстати, вот мне написали в прошлый раз в комментариях, когда я говорила про Бешет, Шанель, что боярышник не очень хорошо пахнет. Но вот как-то в парфюмерии, где есть боярышник, я не ощущаю что-то такого неприятного. Наверное, как-то красиво обыгрывают. Фиалка, жасмин, ваниль, ладан, мускус. Ой, все-таки какой он красивый. Это вот классический такой цветочный пудровый аромат. Букет цветов. И такая, знаете, легкая вуаль, пудровая легкая вуаль. Немного душноват летом, но вот весной, особенно, знаете, выйти прогуляться, нанести на красивый шелковый развивающийся шарфик. Это красота. Не знаю, девочки, как в офис его. Ну, если с вами рядом никого нет, может быть, и в офис его можно. Потому что пудра, она все-таки поддушивает, да? Так, поставлю, будет эта сабля стоять? Он стоит красиво. Сюда я включила Марина де Бурбо. Парадисо парфюм называется тоже. Смотрите, какие красивые, да, раньше флаконы выпускали. Если кому-то не нравятся, знаете, чисто такие цветочные ароматы, присмотритесь к нему. Он уже идет цветочно такой фруктовый. Так, пирамидку вам читаю. Мандарин, грейпфрут, бархатцы. Это цветочно-фруктовый аромат категория. Малина, зеленое яблоко, персик, корица, роза, ланды, шамбра, кедр, сандал и мускус. Это сладкий такой тоже фруктово-цветочный пудровый аромат. Своими фруктами он напоминает чем-то вот яблоко, малина здесь есть. Он чем-то напоминает классическую Марину де Бурбон. Но больше здесь он разбавлен, конечно же, цветами. И здесь базе больше древесных нот. Запудривается такой, ой, какой сочный, красивый, вот прям на старте зеленое яблоко, малинка. Это вот немножко, знаете, шероховатость бархатца. Он, кстати, такой, знаете, шероховатый. Вот я его сегодня уже на руку сюда наносила. А, наверное, сейчас им надушусь. Что-то я наносила, уже утром не помню, что-то такое нестойкое. Про стойкость, да, забываю говорить. К сожалению, вот этот аромат не очень стойкий. Ну, и он, и бюджетный. Можно купить 100 мл, обливаться им весной. Очень красиво. Я думаю, на лето тоже подойдет, потому что он все-таки такой зелено-свежий. Не приторно-сладкий-сладкий, но фрукты все-таки дают этому аромату сочность. Зелень такая вот красивая. Кто забыл про этот аромат, признавайтесь. Он был выпущен в 2009 году. Я, вы знаете, даже его сейчас и на полках не вижу, вот эту вот красоту. И украсит, да, любой столик женский. Надпись здесь какая-то. Марина де Бурбон. Парадизо написано. И птичка. Очень-очень красивый флакон. Так. Видно? Видно эта красота? Так, и еще один, я вспомнила про один очень красивый аромат, про сирень. Это Труссарди Май Сент. Если я неправильно читаю, поправляйте, не стесняйтесь. Только, конечно, не в грубой форме. Я все понимаю. Я все напишу, как аромат называется. Это цветочный аромат. Вы знаете, выпущен был в 2015 году. И, по-моему, его уже сняли. Почему такую красоту и снимают с производства? Но он еще продается везде. Я вижу... Ой, красиво пошло. Я вижу и на сайтах, и в магазинах он еще стоит. Такой красивый флакон. Камера не передает, но он такой, знаете, сиреневый. Что здесь? Это аромат о сирене. Я уже сказала, да? Здесь цветы, какие-то цветочные ноты. В общем, заявлены груша, сирене роза, гелиотроп, кашмиран и белый москус. Ой, вы знаете, такой потрясающий пудрово-цветочно-сиреневый аромат. Читаю отзывы на фрагрантике. Пишут, никакой сирени там нет. Ужасный, плоский. Но я вообще не понимаю, где ваши носы. Что значит плоский? Что значит нет сирени? Сирени я здесь очень хорошо слышу. Есть, знаете, такие вот прям монотонные ароматы сирени. Очень яркие. Вот я приведу пример из семьяки от Дроп Дисей. Это вот прям самый первый, который флагман вышел. Диск такой вот. Он прям такой яркий, сочный, сиреневый, монотонный аромат. А этот нет. Это очень красиво обыграли. Нежный, пудровый, женственный. Что я здесь про него еще накалякала? Накалякала. У этого аромата очень приятная база. Знаете, да, что многие люксовые ароматы. Мне ароматы в базе не очень красивые. Мне вот пишут тоже в комментариях, Таня, про базу говорите. База очень приятная. Очень нежная. Пудровая стойкость. И шлейф средний. Мягкий такой, знаете. Вот просто такая нежная сиреневая вуаль. Тоже присмотритесь. Он, как я уже сказала, он снят, но он еще продается. Может быть, даже кто-то и не знал о существовании этого прекрасного. Очень красивый, как я уже сказала. Вот тоже такой манки женственные. Это женственность во флаконе. Это весна во флаконе. Это цветение сирени. И, ну, не знаю, тоже легкий ветерок весенний. Вот такая подборочка у меня сегодня получилась. Ну, а на этом пока все. Кому понравилось это видео, конечно же, поставьте лайк. Не забывайте подписываться на канал, кто еще не подписан. Всех благодарю за просмотры. Всех благодарю за ваши комментарии. Пишите в комментариях, какие ваши весенние ароматы. Всем пока-пока. До новых встреч. Всех целую. Субтитры сделал DimaTorzok